Светлана Колпакова Московское высшее театральное училище имени Щукина на курс Михаила Борисова. В 2005 году после участия в дипломных спектаклях «Доходное место» и «Двенадцатая ночь» девушка стала дипломированной актрисой. Позднее девушка вернула с училища и закончила аспирантуру по кафедре «Пластическая выразительность актера». Первые роли на театральных подмостках актриса сыграла еще когда была студенткой Щукинского училища. Это были классические пьесы Островского, Шекспира, Ростена и других великих драматург. В 2005 году Светлана вошла в труппу Московского художественного театра имени Чехова, которым руководил прославленный актер и режиссер Олег Табаков. В этом театре Колпакова дебютировала в непрофессиональной сцене спектакля «Река с быстрым течением». Затем последовало около 15 спектаклей в театре. С 2013 года Светлана также сотрудничает с Московским театром студии под руководством Олега Табакова, куда актрису пригласил сам художественный руководитель. Актриса задействована в трех постановках. Последние по повести Горького, пьесе «Старший сын» и «Чайка. Новая версия». Эти спектакли идут в театре Табакова до сих пор. За достижение на театральной сцене в 2010 году Светлана получила золотую медаль и денежный приз на церемонии награждения первой Негосударственной российской премии в области искусства «Дриумф». Светлана считает себя прежде всего театральной актрисой. Поэтому кинематограф для нее в большей степени новый вызов, а не конкретная цель. Кинематографическая биография актрисы началась в 2005 году в исторической драме «Ленинградец». Затем было более 10 ролей в телесериалах, из которых выделяется эпопея «Все к лучшему», где актриса играет Марусю, подругу главной героини-сироты. Телезритель обратил серьезное внимание на Светлану как на драматическую киноактрису после выхода на первом канале 12-серийного фильма «Оттепель». Лента переносила зрителей в 60-е годы 20-го века и показывала мир сложных противоречивых людей, живущих в мире советского кинематографа. Купакова сыграла Надежду, жену одного из главных персонажей, и кинокритики отмечали в первую очередь, что она удивительно эффектно смогла передать экипажную достоверность того времени. Благодаря актерскому составу картина была удостойна премии Ника в номинации за достижение в телевизионном кинематографе. В семейном комедийном ситкоме «Мамочки» актриса создала образ Юлии Мельниковой, матери пятерых детей, которая постоянно ссорится со своим мужем. Интересно, что после того, как первый материал был отснят и сведен, Светлана и актер Сергей Лавыгин, играющий в данном фильме мужа Юли, обратились к сценаристам, чтобы те добавили больше романтических и душевных сцен в отношениях Мельниковых. Это не только добавило бытовым сценам большей достоверности, но и сместило акцент в понимании взаимоотношений в этой семье. Актриса честно скрывает свою личную жизнь. Тему родителей, замужества и романтических отношений не обсуждают ни в одном интервью, считая, что общественность должна интересоваться исключительно профессиональной деятельностью артистки. Известно только, что Светлана не замужем, и детей у нее нет. Самый любимый ход без Светланы – это путешествия. Актриса часто бывает в разных странах в качестве туристки. Особенно любит посещать Италию. Новый год актриса всегда старается встречать фургу семьи. В семье Светланы есть традиция – посещать ледовый каток в первый день Нового года. Сегодня актриса активно снимается в различных проектах. Среди них можно отметить сериал «Город», мелодраму «Стандарты красоты», где актриса играет главную роль бывшей спортсменки Катерины. Другая главная роль – это молодой следователь Анна в детективной драме «Тайны города Энн». На въезде в город находит труп подростка, в легке которого вода. Следователи подозревают как чужаков, так и соседей. А в ходе работы над делом выясняется, что мотив убить подростка достаточно у многих жителей городка. Также Светлана играет Ирину в комедийной мелодраме «Дневник новой русской». А в драме «Золотая Орда» Светлана играет роль княгини Радмилы. Среди фильмов, в которых мы можем увидеть эту прекрасную актрису, это и «Золотая Орда», и «Последний богатырь», и, конечно, «Отчий берег». Фильм, который покажет жизнь уральской семьи до и после и во время Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова